Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Сегодня третий, заключительный день голосования. Своё право реализовали уже более миллиона жителей Самарской области. В Самаре в день города возложили цветы к памятнику основателю Самары, князю Григорию Засекину. В церемонии приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутаты Государственной губернской и городской дум, главы внутригородских районов, почётные жители региона и города. Высочайшая концентрация и развитая координация. Плацпарад трёх оркестров участников фестиваля на сопках Маньчжурии прошёл возле памятника Григорию Засекину. Сегодня Самара отмечает свой 438-й день рождения. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самары по случаю дня города. Он отметил, что это событие вызывает живой отклик в сердцах не только жителей областного центра, но и всех, кто видел неповторимые волжские закаты. «Самара – это космос, авиастроение, металлургия, оборонно-промышленный комплекс. Это наука и высокие стандарты образования. Сегодняшним победам и достижениям нашего мегаполиса мы обязаны всем поколениям самарцев, их трудовым традициям, ответственному отношению к прошлому, настоящему и будущему родной земли, глубокой и искренней любви к Самаре. И выразил особую признательность тем, кто защищает наше отечество на полях специальной военной операции, кто помогает им в тылу и поддерживает их семьи». В Самаре День города традиционно начинается с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику его основателю – князю Григорию Засекину. В ней приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, депутаты Государственной, Губернской и Городской дум, а также почетные граждане Самары, участники СВО и неравнодушные жители. Подробнее в нашем сюжете. В День рождения Самары у памятника основателю города Григорию Засекину прошло торжественное возложение цветов. Отдать дань уважения первому воеводе пришли глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Государственной, Губернской и Городской дум, главы внутригородских районов, а также почетные граждане Самары, участники СВО и неравнодушные жители. Мы с вами гордимся и помним достижения прошлых лет, но и упорно трудимся для того, чтобы настоящее и будущее было успешным и ярким. Друзья, я вас поздравляю с Днем Города. Счастья, здоровья, мира и благополучия. Ну а нашему городу, конечно, процветание. С праздником! От полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова поздравительный адрес передал главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Огромные слова благодарности от полпреда и от себя хочу выразить ветеранам, которые своим доблестным трудом сделали наш город процветающим. Сегодня город Самара является промышленным, научным и культурным центром Приволжского федерального округа. Князь Засекин был одним из активных деятелей во времена правления Иоанна Грозного и Бориса Годунова. В 80-х годах XVI века он был направлен для прохождения службы на южные рубежи российского государства, к Дикому Полю в Приволжье, где и проявился в полной мере военный и организаторский талант князя. А в 1586 году он основал крепость, которая и стала Самарой. Поэтому возложение цветов к его памятнику – такая важная традиция в День Города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А предшествовал торжественной церемонии. Плац-парад – дефиле-концерт от оркестров участников фестиваля на сопках Манчжурии. Чем музыканты удивляли гостей, расскажем в нашем сюжете. Оркестру Военно-морской академии Санкт-Петербурга выпала честь открывать Плац-парад перед торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Засекину. Музыканты признаются, что игра в марше и с перестроениями требует особого уровня концентрации и координации. На мой взгляд, это высшая степень владения музыкальным искусством, потому что человек не только должен совершенствовладеть инструментом, у него еще должна быть порядка с координацией движений, потому что ходить и играть – это крайне сложно. Всего перед церемонией возложения цветов перед гостями выступили три оркестра. Помимо Военно-морской академии – это коллективы Адмиралтейского оркестра Ленинградской военной базы и Военного оркестра штаба Черноморского флота. Все они – участники масштабного фестиваля на сопках Маньчжурии. Коллективы играли не только традиционные марши, но и аранжировки военных песен и свои вариации детских музыкальных композиций. В том числе и песню «Ко дню рождения» из мультфильма о крокодиле-гене и чебурашке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Сегодня третий и заключительный день голосования. Избирательные участки будут работать до 20 часов. На избирательном участке 3008, который находится в Самарской областной универсальной научной библиотеке, свой голос отдала Елена Пронина, председатель совета ТОС номер один Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Для меня было бы странно не пойти на выборы, потому что это, как я говорила, не просто гражданская позиция, долг, это уважение, в первую очередь, к самому себе, самоуважение, да, это уважение к своей стране, к своему региону, к своему городу. И если, скажем так, мы не выбираем человека, который будет помогать нам в дальнейшем улучшать жизнь нашего двора элементарно, так как мы можем что-то с него требовать. Поэтому мы всегда ожидаем лучшего, ожидаем хороших перемен, и поэтому обязательно приходим на выборы. 1751 избирательный участок работает в дни голосования. Еще 15 участков временные. Они разместились в лечебных учреждениях и аэропорту Курумыч. За легитимностью избирательного процесса и соблюдением закона на всех его этапах следят независимые общественные наблюдатели. Прямо сейчас наша съемочная группа находится в центре общественного наблюдения за выборами. На связи с нами корреспондент телеканала «Самара ГИС» Галина Топилина. Как организована работа центра? Сколько участков на этих выборах обеспечены видеонаблюдением? Галина, вам слово. Андрей, здравствуйте. Мы действительно находимся в центре общественного наблюдения за выборами. Здесь в круглосуточном режиме следят за обстановкой на избирательных участках специально обученные люди-видеонаблюдатели. В основном это студенты юридических факультетов самарских вузов. 175 избирательных участков обеспечены видеонаблюдением. В помещениях 47 территориальных избирательных комиссий также ведется видеонаблюдение. Видеофиксация же ведется с каждого избирательного участка региона. Изображения транслируются сюда в центр общественного наблюдения, выводятся на большие экраны за моей спиной и в ноутбуке видеонаблюдателей. В любой момент запись можно пересмотреть, если есть такая необходимость. Ну а наблюдатели следят за соблюдением закона в ходе голосования. Андрей. Галина, скажите, пожалуйста, а кто курирует работу этого центра? Вам слово. Курирует работу центра общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. И прямо сейчас рядом со мной находятся представители этого штаба. Они готовы пообщаться с нами и рассказать о том, как проходит избирательная кампания, как проходит голосование на выборах и есть ли какие-то нарушения на данную минуту. И этот вопрос я адресую сопредседателю общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Виктору Владимировичу Полянскому. Спасибо. Эти выборы неординарные, но хотя бы потому, что они третий в течение года масштабный для нашего региона. И это накладывает, конечно, отпечаток на поведение и организаторов выборов, которые должны были в системном режиме сформировать необходимое количество избирательных комиссий, обеспечить подготовку участков для голосования, не мобилизовать общественников для определенной работы своей. И особенно это касалось общественной палаты, которая в соответствии с законом обладает правом контроля за ходом голосования. И вот этот вот общественный контроль, он у нас отработан уже достаточно убедительно и эффективно. Соответственно, проходила подготовка из числа в основном активных граждан, которые не первый раз уже посещали выборы и ошляли наблюдение за ходом голосования. Но мы дополнительно проводили обучение, и они были готовы к любым неожиданностям на избирательных участках в течение всех трех дней голосования. И в том числе сегодня, вот я лично бывал на двух участках, мы общались с наблюдателями от общественной палаты, ну, мнение которых я мог бы представить так, что голосование шло в штатном режиме, никаких препятствий для реализации нашими гражданами избирательного права не было, они свободно выражали свою волю, и при этом избирательные комиссии позаботились о том, чтобы и даже те наши граждане, которые в силу каких-то обстоятельств ограничены в передвижении, могли реализовать это свое активное избирательное право. Но в частности у нас открыты были временные избирательные участки, их 15, один участок в аэропорту, 14 в больничных учреждениях. И вот, как я могу сказать, обстановка благожелательная, там сама атмосфера такая, которая явно не связана с какими-то ожиданиями каких-либо происшествий и так далее. И все участники избирательного процесса ведут себя в рамках закона, в рамках добросовестности, и эти принципы лежат в основе работы по всей нашей Самарской области. Я думаю, что, если говорить о нарушениях, я могу сказать, что были сообщения отдельные, но когда начинаешь заниматься фактурой, то оказывается, что некоторые не привязаны ни к территории, к месту, ни к субъектам, ни к объектам, ни к тем обстоятельствам, которые бы свидетельствовали о нарушении именно закона. Поэтому в большинстве своем это не нарушения, это предположения, которые не влияют на ход голосования и, конечно, на результаты голосований. Ну и надо сказать, что в целом нет у нас сомнений в том, что наши граждане продемонстрировали уже на данный момент, учитывая какая достаточно высокая явка, высокий уровень гражданственности и ответственности. И хоть и ожидания были связаны с тем, что будет не очень высокая третьи выборы, но население понимает, что выборы, в первую очередь, губернатора, это определение судьбы нашей области, поскольку такого уровня руководитель он будет определять сообразным, например, конституционным положением нашу внутреннюю и внешнюю политику в рамках региона. Поэтому выборы завершатся, я уверен, благополучно. Благодарю вас. Рядом со мной сейчас находится еще один эксперт, член общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами Лев Викторович Долонько. Лев Викторович, расскажите, пожалуйста, отличается ли эта избирательная кампания от других? Ну, первая особенность заключается в том, что на настоящую минуту ни избирательная система, ни субъект общественного контроля нарушений действующего законодательства не зафиксировали. Второй очень яркий момент, особенно это ярко проявляется в кампании 2021 года, это практическое отсутствие и в сети интернет, и в различных мессенджерах каких-либо сюжетов провокативного, либо откровенно фейкового характера. Для сравнения, в 2021 году штабу общественного наблюдения опроверг более 350 таких фейков в сети интернет. Ну и третья особенность, которая выгодна на настоящую минуту, отличает Самарскую область от ряда субъектов в федерациях, это высокий уровень политической культуры всех избирательных объединений, которые выдвинули своих кандидатов на выборные должности. Не секрет, что председатель ЦИК России Элсон Панфилова уже отметила, что в ряде регионов отдельные избирательные объединения ведут себя таким образом, чтобы максимально спровоцировать, скомпрометировать и дестабилизировать избирательную систему, заваливая ее абсолютно несоответствующими действительности фейковыми жалобами. Спасибо большое. На данную минуту это вся информация. Мы продолжим следить за работой Центра общественного наблюдения. Я напоминаю, что в 20.00 с закрытием избирательных участков работа видеонаблюдателей продолжится. Их внимание будет приковано к подсчету голосов. С прямым включением из Центра общественного наблюдения была Галина Топилина. Андрей, вам слово. Да, спасибо, Галина. И спасибо нашим экспертам. Ну а мы вернемся к нашему выпуску. Город учит. Под таким девизом прошла авторская пешеходная экскурсия «Мои университеты». Ее провела ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. Наша съемочная группа тоже приняла участие в прогулке. Ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина работает в сфере образования 31 год. А вот опыт проведения экскурсии для нее стал первым. Говорит, когда ей предложили принять участие в проекте «Моя Самара», сразу согласилась, хотя испытывала волнение перед участниками экскурсии. Образование – это не только школа, да, это гораздо шире. Это и система дополнительного образования. Это театры, музеи, это вообще городские пространства, это здания. И все это так или иначе работает на то, что человек учился на протяжении всей жизни. Вот это ключевой тренд – учиться на протяжении всей жизни. Чем лучше жители нашего города будут знать историю города, какие-то моменты, связанные с его развитием, с архитектурой, с людьми известными, тем больше они будут свой город любить. Участники пешеходной экскурсии увидели исторические и культурные места, имеющие отношение к образованию, и узнали, как оно с течением времени менялось. Мы, компания, решили посетить такое вот мероприятие интересное. Мы вообще очень любим экскурсии, часто в разных городах их посещаем. Иногда, вы знаете, иногда для того, чтобы узнать город или что-то интересное узнать, его нужно, как мы говорим, сделать ногами. То есть, если вы едете на автобусе, это одно. А вот когда вы идете пешеходную экскурсию, берете совершенно другое. Именно поэтому мы вот здесь, собственно, и принимаем участие. Экскурсия была организована в рамках проекта «Моя Самара» по инициативе городского департамента культуры и молодежной политики. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. Взглянули на родной город по-новому. В Самаре сегодня проходят бесплатные автобусные обзорные экскурсии. Транспорт курсирует по двум маршрутам, о чем рассказывают пассажирам. И как ездят автобусы узнала Полина Челюкова. Елена Ковшова, коренная жительница Самары, хорошо знакома с историей родного города. Однако из-за того, что живет в районе Старозагора, в историческом центре бывает нечасто. Бесплатная обзорная автобусная экскурсия, которую организовали специально ко дню города, стала для Елены хорошим поводом вновь увидеть знакомые и любимые места родной Самары. В прекрасном автобусе, очень интересный обзор на экскурсии, поэтому я с удовольствием поехал. Самое интересное, о том, что трубочный завод, на котором работал мой прадед, был не трубы, а трубки к снарядам. Мне это было открытием, очень интересно было узнать. На экскурсии пассажирам рассказывают о знаковых для города событиях, архитектурных объектах, промышленных предприятиях и выдающихся личностях города. Проезжают и по исторической, и по современной части города. И о людях. Как известно, историю делают люди, а дома лишь являются свидетелями истории. Поэтому очень много будет о людях, о таких, как, допустим, Дмитрий Козлов, конструктор, о таких, как фон Вакана и многие купцы самарские, которые тоже оставили след в истории нашего города. Мне друзьям хочется, которые приезжают в гости, показать Самару хорошей стороны, интересной, как хорошо организована автобус, комфортный, и посмотреть хочется. Бесплатные экскурсионные автобусы курсируют в день города по двум маршрутам. От храма Кирилла и Мефодия до остановки улица Молодогвардейская. И от площади Кирова до площади Революции. Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. Военные марши и мелодии старинных вальсов. Музыкальные композиции прозвучали для жителей и гостей города в ДК «Нефтяник». Оркестр в Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова подарил зрителям незабываемый концерт. Наша съемочная группа тоже побывала на этом событии. Дирижер военного оркестра Дмитрий Миссюра приехал с коллективом из Санкт-Петербурга, чтобы выступить на Всероссийском фестивале на сопках Маньчжурии. В этом году оркестр отмечает значимую дату – 41 год. В связи с этим музыканты подготовили для жителей и гостей города интересную программу. Дмитрий отметил, что это не первый их визит в Самару, и они очень рады снова выступить здесь. Мы увидели еще больше солнца, еще теплее. Зимой было тепло в концертных залах, а сейчас тепло еще и на улице. Мы, конечно же, настроены на то, чтобы люди ушли с великим чувством наевшиеся, накушавшиеся музыки. Мы хотим услышать аплодисменты. Оркестр, состоящий из 26 музыкантов, исполнил не только военные марши и вальсы, но и песни из известных кинофильмов. Пришли с дочкой. Для нас это волнительный, трепетный день. Очень приятно послушать хорошую музыку и отметить с самарцами этот праздник. Это важно, так как в такие тяжелые времена это объединяет людей, так как дух патриотизма всегда должен присутствовать у нас всех. В рамках концерта была организована и интерактивная часть «Блиц-вопросами». За правильные ответы дарили подарки. Августина Охременко, Григорий Плешаков, События. Около 4000 зрителей собрались в Самарском дворце спорта, чтобы увидеть игру с командами высшей лиги КВН. Коллективы соревновались за Кубок Самарской области. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. За Кубок КВН Самарской области приехали побороться команды из высшей лиги. Они выступают на федеральном телевидении, а в этот раз будут удивлять зрителей областной столицы. На мероприятие собрались около 4000 человек. КВН – это наш национальный бренд, и в Самарской области мы стараемся его развивать и поддерживать. Команды приехали из разных городов России и не только. Столик из Чулыма, сборная Снежногорска из Мурманска, доктор-хаус из Белоруссии и сборная Самарской области. Будут разные номера в составе одного приветствия, поэтому должно получиться ярко, креативно, интересно. По крайней мере, мы старались. А как это получится в итоге для зрителей, понравится ли мы узнаем в ближайшее время. Я думаю, просто, наверное, единственное, сегодня просто пусть наслаждаются всей игрой. Правильно? Ну, конечно. Хотелось бы. Хотелось бы. Команды представили свои номера в двух конкурсах – приветствие и золотой номер. Здесь же йога. Мне просто сертификат подарили. А, так вы первый раз. Намасте. И вас с Пасхой. По итогам конкурсов победила команда «Доктор-хаус». Кубок они забирают в третий раз. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргис, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.